Добрый вечер, в эфире Вести, Карачаево, Черкесия. В студии Ярослав Щекланов смотрите в нашем выпуске. Парламентарии республики наградили представителей малого и среднего бизнеса, руководителей профильных министерств банковских структур, омбудсменов. Орден за заслуги перед Карачаево-Черкесской республикой и высокую награду вручили жителю Оула Алибердуковский, труженику тыла Осману Хутову. Осторожно, мошенники! Банк России опубликовал список организаций с признаками нелегальной деятельности. Всего их около двух тысяч. Учитель не профессия, а призвание. За ее хрупкими плечами 50-летний стаж работы в Черкесске чествовали любовь Батрукову. Сегодня в парламенте чествовали представители сферы малого и среднего бизнеса, полиграфия, консалтинг, розничная торговля, фермерство, строительные, монтажные и ремонтные работы, частное образование. Торжественная церемония, организованная Комитетом по экономической политике Народного собрания Карачаево-Черкесии под руководством Василия Полякова, собрал представителей самых разных направлений предпринимательства. Первый вице-спикер Дагирс Макуев поблагодарил всех за то, что в условиях сложного периода пандемии и достаточно напряженной экономической обстановки, обусловленной санкциями, не только удержали бизнес на плаву, а продолжали развивать его. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный вклад в социально-экономическое развитие Карачаева-Черкесии почетной грамотой Президиума Народного собрания отметили 8 человек. Отметили и тех, от кого в немалой степени зависит бизнес-климат, руководители профильных министерств и организаций банковских структур, омбудсменов. Также коллеги поздравили депутата Артема Трифонова с избранием на должность председателя Комитета по бюджету и финансовым рынкам Палаты молодых законодателей при Совете Федерации. Я в свою очередь всегда рад присутствовать на таких мероприятиях и смотреть в глаза людям, которые действительно созидают, платят налоги, создают новые рабочие места и в целом поднимают нашу республику на качественно новый уровень, повышают ее инвестиционную привлекательность. Министерство сельского хозяйства Карачао-Черкесии объявляет о начале приема документов для участия в конкурсном отборе на получение гранта «Агростартап» на создание и развитие крестьянских фермерских хозяйств. Можно подать заявку с 17 июня и по 16 июля. Условия требования и перечень необходимых документов находятся на официальном сайте Министерства сельского хозяйства Карачао-Черкесии. Орден за заслуги перед Карачао-Черкесской республикой вручен жителю аула Алибердуковский, труженьку тыла Осману Мазановичу Хутову за многолетний добросовестный труд. Торжественную обстановку знаменательного события разделила вместе с гостями и Фатима Даурова. Делегацию Хабецкой администрации большая семья Хутовых встречала, как полагается, у адыгов под звуки национальной гармоники. А сам виновник торжества в свои 94 года с гордо вытянутой осанкой ждал дорогих гостей. Глава администрации Хабецкого района Тимур Жужуев поздравил Аксакала с высокой наградой и передал слова поздравления и благодарности от имени главы Карачао-Черкесии Рашида Тимрезова. Орден за заслуги перед Карачао-Черкесией является высшей наградой республики и присваивается исключительно достойным людям, которые внесли большой вклад в развитие и приумножение производственного, духовного потенциала региона, а также за отвагу и мужество. Решением главы Карачао-Черкесской республики Рашида Тимрезова данным орденом удостоен исключительно достойный человек, житель, даже я сказал бы долгожитель, аул Алибердуковский, хутов Осман Мазанович, который внес огромнейший вклад в развитие нашего региона и нашей республики. Больше 30 лет Осман Мазанович проработал в совхозе Хаббиски трактористом и мотористом. Через его руки прошла каждая деталь моторов, тракторов, которые работали на полях совхоза. От него напрямую зависела готовность сельхозтехники к производству. Историей своей жизни дедушка Осман любит делиться со своими внуками и правнуками, которых насчитывается более четырех десятков. То и после войны, и в обрыве войны. Работал в колхозе и в совхозе. Работал, не поклоняя. Я везде, чем хочешь, в какой специальности, не рисковали и делали, и жили. Жили по-простому. С утра до ночи на производстве. Сумели вырасти, воспитать шестерых детей в мире и согласии в семье и в дружбе с соседями. Мы с ним, соседи, уже 53 года. За 53 года мы и горе, и радость, и много чего в этой жизни повидали. В любых ситуациях он мне оказывал посильную помощь. Если мне плохо, первым я его звала. Если мне хорошо, я первым с ним общалась. Что я говорила ему, второе лицо никогда не слышал. Мои слова у него внутри оставались. Он человек с большой буквой. Я и с ним работала. Всегда всем оказывал посильную помощь. Большая семья охотовых во главе с самым главным и почетным членом, дедушкой Османом Мазановичем, стала примером для всего аула. У адыга есть такое поверье. В доме, где ласточка свила свое гнездо, всегда царит благополучие. Черкесы верят, что эта маленькая птичка выбирает особенное место для своего дома. Место, полное гармонии, света и тепла. Фатима Даурова, Рашид Токов, Вестик, Карачаево-Черкесия, Хабецкий район. И вести из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 20 643 человека. Из них 20 271 выздоровел, 108 человек госпитализированы. МЧС предупреждает 15, 16, 17 июня. Местами на территории республики ожидается сильный дождь с градом. Сейчас прогноз погоды, после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии кратковременные дождь и гроза в отдельных районах сильный, с градом и шквалистым ветром до 25 метров в секунду. Ветер северо-западные 5-10 и порывы до 11-14. Температура ночью 13-18. В горах до плюс 12, а днем 20-25. И в горах местами 13-18. В Черкесии кратковременные дождь и гроза. Ветер северо-западные 5-10 метров в секунду и порывы до 14. Температура ночью 16-18, а днем 23-25 градусов тепла. Лето будет чудесным. С Московским индустриальным банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Банк России опубликовал на своем сайте список организаций с признаками нелегальной деятельности сейчас в базе около 2000 организаций. Чаще всего это фирмы-кредиторы, финансовые пирамиды и участники рынка ценных бумаг. Как не попасть в сети нелегальных участников финансового рынка, как проверить законность деятельности той или иной компании, рассказали на онлайн-пресс-конференции в отделении Банка России по Крачево-Черкесии. Альбина Ламкова продолжит тему. Онлайн-пресс-конференцию о работе Банка России по противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке в Южно-Федеральном округе и Северокавказском федеральном округе провела заместитель начальника Южного главного управления Банка России Алла Храпунова. Она рассказала, с какой целью публикуют список компаний с сомнительной деятельностью, как ориентироваться в этом списке и какие проекты реализуют сомнительные компании в регионах юга страны. Так, по словам Аллы Храпуновой, Банк России по итогам 2020 года выявил в регионах Южного и Северокавказского федеральных округов 112 организаций с признаками нелегальной деятельности. Их перечень опубликован на сайте мегарегулятора. В заключении специалист ответила на вопросы журналистов. Во время пандемии насколько активировались мошенники или же наоборот их действия стали пассивными? В условиях пандемии многие люди потеряли доходы и, конечно же, были заинтересованы в каком-то, извините, легком зарабатывании денег. И вот мошенники воспользовались даже этим и через интернет обещали очень легкий проект по зарабатыванию денег. Но, к сожалению, люди все больше и чаще начали обращать внимание вот на такие интернет-проекты. Поэтому, еще раз повторюсь, по итогам пандемии мы фиксируем уход нелегалов в зону интернета. Проверить легальность финансовой организации легко. Для этого необходимо найти ее в списке финансовых организаций на сайте Банка России. Если ваша компания в нем отсутствует, необходимо поискать ее в списке организаций с признаками нелегальной деятельности, который Банк России опубликовал 1 июня текущего года. Если же финансовая компания отсутствует и в одном, и в другом списке, то было бы неплохо, если бы вы сообщили об этом Банку России через интернет-приемную. Мы надеемся, что при принятии финансовых решений вы будете внимательны и осмотрительны. Для пресечения незаконной финансовой деятельности Банк России оперативно информирует о выявленных фактах в правоохранительные органы и уполномоченные ведомства для дальнейшего принятия решения. А для защиты интересов граждан мегарегулятор публикует на своем сайте информацию о компаниях, которые используют в работе нелегальной практики. Это позволит потребителям услуг еще до подписания договора проверить организацию и принять взвешенное решение о дальнейшем сотрудничестве с ней. Заработать легкие деньги – это желание было и есть всегда. Но оно приводит к необдуманным действиям, из-за чего может привести к потере финансовых средств. И несмотря на проводимую борьбу по выявлению мошеннических схем, современные финансовые аферисты очень изобретательны. Поэтому не следует терять бдительность и позволять втягивать себя в сомнительные проекты денежного характера. Не стоит регистрироваться на сайте, не изучив подробную информацию о нем. Альбина Ламкова, Рашид Токов, Вести Карачаева, Черкесия. За ее хрупкими плечами 50-летний стаж работы Любовь Хасановна Батрукова, директор 12-й школы Черкесска, всю свою жизнь посвятила образованию. Поздравить и проводить юбиляра на заслуженный отдых приехали коллеги и выпускники школы. Подробнее – Корча Беджиев. Человек разносторонних дарований. После 50 лет работы на заслуженный отдых выходит директор школы номер 12 города Черкесска, Любовь Батрукова. Руководитель высшей квалификационной категории, заслуженный учитель Карачаева Черкесии. Благодаря профессионализму и качественному, ответственному выполнению должностных обязанностей, школа достигла значительных успехов. Сотрудники учебного заведения неохотно расстаются со своей коллегой и благодарят ее за большой сплоченный коллектив, который она создала. Я хочу ей пожелать самое главное для человека – это здоровье. Я хочу ей пожелать крепкого здоровья кавказского долголетия. Сегодня у нас большой праздник. С одной стороны веселый, с другой стороны очень грустно расставаться с нашим директором, с Любовью Хасановной. Она очень хороший человек. Проводить на заслуженный отпуск коллегу приехали директора из разных школ Черкесска, а также выпускники, ранее учившиеся под руководством директора. Они окутали ее теплыми речами и поблагодарили за столь неизмеримый труд, вложенный в школу, который она отстроила с нуля. С улыбкой на лице и с ноткой юмора в голосе Любовь Хасановна говорит, что нужно вовремя уходить и попробовать, что такое пенсия. Спасибо всем моим коллегам, директорам школ, которые все до одного сюда сегодня пришли. Много хороших слов сказали. Но это все была инициатива начальника Горяну Калмковой, Сусанны Алиевны. Спасибо моему коллективу своему, учительскому, потому что они всегда и во всем меня поддерживали. Спасибо нашим родителям, нашим ученикам. Спасибо родителям за то, что у нас дети такие воспитанные. По сей день ученики, получившие образование под руководством Любовь Хасановны, признательны за труд, который она внесла в их будущее, желая ей крепкого здоровья и кавказского долголетия. Харча Биджиев, Рашид Токов. Вести Карачаева, Черкесия. Это все вести. Удачи и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok